Всем не вогнилай, зрители и подписчики канала Дрожа, с вами Жека и сегодня у нас новости, но не от клей. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о несправедливости в очередной раз к русским, да и, наверное, ко всему миру, кроме канадцев и, возможно, кстати, китайцев, в плане доступа к Don't Starve New Home. И также о очень странном ролике, который сначала показали, а потом удалили. Может они что-то задумали? Не, на самом деле все намного проще. Итак, сегодня в первую очередь я обязан сказать, что данная новость, которую я сейчас вам расскажу, она была дня три назад. Ровно тогда, когда и был реворк Вебера. Но в тот день, когда был реворк Вебера, я выпустил аж три ролика подряд и сил у меня уже не было чего-либо клепать. А потом я был занят, и поэтому спустя два или три дня я все-таки делаю данный видеоролик. Но, в принципе, огромной срочности в том, чтобы выпустить данный ролик, наверное, нет. Почему? Потому что, опять, русскоговорящую аудиторию немножечко обделили. Как всегда, нужно быть канадцем. Если вы русский, но не канадец, спасибо, до свидания, как говорится. Про что я говорю? Сейчас объясню. Дело в том, что наконец-то произошло открытое бета-тестирование Don't Starve New Home. Но. Всегда есть но. Оно доступно только тем, кто проживает в Канаде, ну или замечательно умеет пользоваться ВПНом. И это даже еще не все. Всего лишь участников, которые смогут поучаствовать в данном тестировании, будет три тысячи. Три тысячи участников на весь мир. Три тысячи. На весь мир. И данное мероприятие будет длиться 20 дней. То есть, некоторое мое негодование в этом вопросе вы, конечно же, наверное, уже подчеркнули, да? Как-то грустненько немножечко становится, да? Но это абсолютно не значит, что русскоговорящие не смогли как-то пробиться в эти три тысячи участников. Как минимум, пару моих подписчиков уже пробились туда и замечательно играют. И оттуда у нас звучат не очень приятные новости. Но об этом, наверное, мы и немножко поговорим попозже. С момента открытия этого бета-тестирования, в котором участвуют всего лишь, напоминаю, три тысячи человек, у нас еще и вышло два видеоролика. Один из которых, скорее всего, вы точно видели. Да, сейчас он у вас на экранах. Он у нас, в принципе, рассказывает о том, что есть некий Вилсон. И он сидит на троне. И именно он, грубо говоря, и создал этот Нью Хоум. То есть, по сути, получается, что как-то я проводил хронологию Неголодайки. Я, кстати, упустил этот момент, что конкретно Вилсон создал, грубо говоря, Нью Хоум, когда он сидел еще на троне. Но, по сути, много чего не меняется. В этом ролике, грубо говоря, говорится, как Вилсон, сидя на троне, создал свою альтернативную вселенную Неголодайки, в которой нет множества деталей Тугезера, и она развивается абсолютно по своему какому-то канону. Но там есть свои персонажи, которые были затянуты с помощью, опять-таки, Вилсона в этот мир. Непонятно достоверно, из каких конкретно миров были затянуты эти существа. То есть, да, конечно, мы видим, что все эти существа являются, в принципе, людьми. Но по одежде можно судить, что они как будто бы были затянуты из абсолютно разных временных эпох. А может, даже из разных миров или вселенных. Поэтому сложно сказать, что Вилсон создал действительно просто копию альтернативного Don't Starve Together. Возможно, он создал свою какую-нибудь антиконстанту или что-то в этом роде. Но также с этим роликом вышел и еще один ролик. К сожалению, я один из тех, кто не успел его посмотреть. Потому что его достаточно быстро удалили. И удалили, скорее всего, сами обладатели этого видеоролика. От него осталась только картинка, которая намекает на... На что? На что она намекает? В переводе можно только понять, что нам стоит опасаться, чтобы что-то собирать. А название видеоролика нас, скорее всего, отсылает к какому-нибудь Виллу. Потому что там написано, что горит, детка, гори. Скорее всего, да. И на этом моменте можно было бы долго раздумывать, а по какой-то причине был удален видеоролик. Неужели они что-то запостили, но такие, ой, это слишком рано, это спойлеры. Немножко полазив по интернету, так сказать, применив дедуктивные методы. Я нашел информацию, что, скорее всего, причиной удаления данного видеоролика была орфографическая ошибка. Оказывается, не только я их делаю. Во всей видимости, те, кто постили видеоролик, сделали какую-то действительно орфографическую грубую ошибку, на что отзылаются некоторые англоязычные пользователи. И говорят, что там действительно очень это некрасиво показано. Возможно, букву А с О перепутали или что-то в этом роде. А возможно, какая-нибудь и другая ошибка, которая может затрагивать чувства, допустим, грамотных людей. Почему бы нет? Но факт того, что ролик был удален по достаточно веской причине, у нас есть в наличии. Действительно, это было так. Кто мы упустили, неизвестно. Но если кто-то из моих зрителей знает, что было показано в видеоролике, напишите, пожалуйста. Не додумки, а действительно факт. Вот так и получается, что практически все мы из вас в пролете и даже ролик не дали посмотреть. Некоторые пользователи, которые уже поиграли в Don't Start New Home, сообщают то, что там действительно есть донат. И это логично. Но я до последнего ожидал, что не будет других новостей. Что этот донат решает. А такие новости, к сожалению, снова скальзываются то тут, то там от пользователей, которые поиграли. Я, конечно, до конца не буду делать поспешных выводов, что действительно этот донат будет просто-напросто убивать геймплей. И хочется самостоятельно для начала поиграть в полноценную релизнутую версию. Но, как говорится, сомнения все ближе подкрадываются к моему сердечку. А на этом, по всей видимости, все. Наверное, все новости, которые я хотел вам рассказать, я уже рассказал. Если у вас есть какая-нибудь интересная информация, которую вы хотели бы поделиться, что касаемо Don't Start New Home или вообще, то пишите, конечно же, ее в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был я, Жека Дружа. Всем удачи, до скорого и не голодайте. Субтитры подогнал «Симон»!